ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть, можно сказать, главный такой металл-козырь, должен быть российский, на этот важнейший метальный фестиваль. Ну и посмотрел, как бы, концерт в Москве, сколько собирает, недавно, и там было, конечно, очень мало людей. То есть, это не какой-то абсерд, не знаешь, кого-то унизил, обосрал, уничтожил, нет, да просто обычные открытые данные. Смотришь название группы, открываешь, и, соответственно, вот фото с концерта. Плюс зашел в группу ВК, в группе ВК 12 тысяч человек. Напомню, что у нас, допустим, 12 700, хотя она в группе полтора года, и никакого пиара нет. То есть, нету сбоку ВК никогда не прилетала реклама, типа, там, вот, Джейс, вступай в группу, там, послушай, я никогда в жизни. То есть, я не заплатил ни копейки за рекламу, ее просто нету. Просто нету. То есть, я в описание видео могу вставить, вступай в нашу группу, но в описание обычно никто не читает. Так вот, то есть, собственно говоря, группа, которая там, по-моему, на втором месте, у нее 9 или 6 тысяч человек ВК, на третьем месте 6 тысяч. Ну, то есть, все какое-то вот непонятное. То есть, с одной стороны, стали писать, что это просто начинающие команды борются за этот вакинг, потому что там, типа, какой-то чуть ли не шатер, у туалета где-то она будет выступать. Другие сказали, что, типа, нет, там, матерый мастодонт. И, собственно, такие аргументы, типа, группа очень популярная, я ее знаю, я гитариста знаю, я сам из того же города. Ну, в общем, странные аргументы. Так вот, научите меня, наконец-то, все-таки в чем измеряется популярность группы. То есть, кто-то стал писать про количество слушателей на Яндекс.Музыке, или на iTunes, и так далее, или на чем там. Ну, во-первых, они могут быть паленые, и, во-вторых, это, опять же, может быть, там, друзья по кругу слушают, и так далее, и так далее. Залы, ну, опять же, залы тоже могут быть в одном, допустим, городе полный, допустим, Бау, да, собирает очень много в Москве, там, они по 800 человек собирали, по-моему, даже не по 1000. Ну, допустим, провинции они могут не забрать, хотя, например, я знаю, та же самая Ария соберет, наверное, везде. Ну, то есть, хотя, в группе Бау там 20 тысяч человек. Ну, в общем, пишите, мне интересно, потому что я считаю, что, ну, как минимум, группа в ВК показывает популярность, потому что любые современные группы, то есть, понятно же, допустим, там, Арии или Кипелову особо не нужно париться о группе ВК, на них придут и так, и так, афишу повесил, и все, придут. Но те группы, которые вот так вот афишу повесили, никто ничего не знает, все-таки им нужна группа ВК. И там вот у этих команд, которые позанимали первые места, у них группы ВК, ну, как бы там, посты типа 17 лайков, и, в общем, очень и очень странно. Поэтому пишите. Ну, и, кстати, напомню, да, что в магазине PedalZoo на вот эти вот замечательные наушники на Витрогармонис действует промокод. Тоже будет в описании, и если хотите слушать музыку тяжелую качественно, чтобы реально все прям мочило, долбило, то, конечно же, вот Электрогармонис. Вот, можете посчитать это за несколько секунд рекламы, может и нет, но, тем не менее, я их активно сам пользую, и это, в общем, никакой не спам. Все, пишите в комментариях. Напомню, что за всякие хамские комменты я буду банить. Там кто-то уже написал, типа, вот, ты всех обосрал, бау, жопу подлезал, господа, там в том видосе не было ни слова про бау. И никого я не обсирал, я просто глял на открытые данные, и, в общем, высказал свое мнение и задал вам вопрос. И, в общем, сегодня тоже вопрос, в чем все-таки измеряется популярность команды. Напомню, что мы говорим именно про российские реалии и про российские команды. Погнали!